здравствуйте и благодарим за покупку принтера Epson это видео покажет как подключить принтер Epson к беспроводной сети перед тем как начать есть несколько вещей которые вы должны будете проверить первое у вас уже есть беспроводная сеть вторая знаете ли вы название вашей беспроводной сети также называемой ssid 3 если защита беспроводной сети включена знаете ли вы пароль если у вас нет этой информации пожалуйста спросите человека который устанавливал вам беспроводное подключение вы также можете найти параметры безопасности беспроводной сети на задней панели рутера если вы ответили да на все пункты в данном списке вы сможете подключить принтер беспроводной сети теперь мы можем начать установку подсоединяем устройство к источнику питания и включая важно пожалуйста убедитесь что два светодиодных индикатора над кнопкой вай фай выключены если они включены мы сначала выключаем принтер а затем нажимаем кнопку включения и удерживаем кнопку с буквой и течение примерно пяти секунд и ждем некоторое время пока светодиоды не погаснут мы рекомендуем вам загрузить последнюю версию программного обеспечения для вашего принтера от www.epson.co.uk в правом верхнем окне поиска введите имя принтера например wf7015 и нажмите кнопку поиск в следующем окне нажмите кнопку струйные принтеры и выберите правильную модель в новом окне перейдите на вкладку поддержка и загрузки возможно вам потребуется прокрутить вниз найдите epson сеть и программное обеспечение и пакет драйверов и нажмите кнопку скачать возможно вам потребуется открыть меню драйвера и программное обеспечение чтобы найти программное обеспечение как только файл был загружен на ваш компьютер найдите его и откройте далее двойной клик на установить navi значок чтобы начать процесс установки если вы видите предупреждающие сообщение системы безопасности закройте файл а затем удерживая нажатой кнопку control на клавиатуре нажмите кнопку install navi или веб установщик и выберите открыть нажмите на кнопку открыть в ответ на сообщение оповещения безопасности чтобы начать процесс установки если запрашивается поле пароля введите пароль пользователя пожалуйста ознакомьтесь с лицензионным соглашением если вы согласны с лицензией нажмите кнопку принимаю и затем кнопку далее убедитесь что оба поля epson драйверов и утилиты и epson network utilities выбраны и нажмите кнопку установить через несколько минут после запроса выберите вайфай или сетевое подключение к интернету и выберите да первоначальная настройка и затем выберите вайфай сетевое подключение и затем нажмите кнопку далее теперь если откроется сообщение о безопасность выберите вайфай автоматическое соединение а затем кнопку далее если вас попросят пожалуйста введите пользователя и пароль чтобы позволить продолжение установки на данном этапе нажмите и удерживайте кнопку вайфай на панели принтера до тех пор пока зеленые и оранжевые лампочки и начнут мигать принтер начнет поиск беспроводной сети если ваша сеть поддерживает DHCP оставить рекомендуемый выбор противном случае выберите выбрать ip адрес вручную и нажмите далее теперь принтер подключен к сети вайфай как вы увидите светится зеленым цветом теперь нажмите кнопку финиш если ваш принтер не отображается в списке нажмите знак плюс и выберите свой принтер дважды щелкните на имени принтера и убедитесь что вы выбрали драйвер epson а затем нажмите кнопку добавить и вы увидите принтер в списке для проверки функциональности ставьте бумагу заднюю часть подачи бумаги или лоток а затем нажмите кнопку опции принадлежностей полезная и печать страницы тест ваш принтер настроен беспроводной сети благодарим вас за выбор продукции epson дальнейшая поддержка и контактная информация могут быть найдены на www.epson.ru инстаграм в в Субтитры подогнал «Симон»